Покровск посетила депутат Госдумы Галина Данчикова. В ходе рабочей поездки она провела прием граждан и побывала в детской школе искусств. Подробнее об этом Саргалана Ильина. Небо и земля. Так можно охарактеризовать разницу между старым и новым зданием детской школы искусств в городе Покровске. Маленькое, деревянное, с удобствами на улице здание музыкальной школы простояло порядка 60 лет. Однако, несмотря на это, деятельность школы всегда была на высоте и талантливых детей меньше не становится. Одним из ключевых моментов встречи явилось неофициальное общение депутата с детьми. Новое здание скоро откроет свои двери. Здесь идут заключительные работы. Бюджетные деньги, то есть деньги муниципального района Ханглас-Кулус. По деньгам выделено было 40 миллионов. Мы 40 миллионов уложились и в конце января этот объект сдадим. То есть должен быть сдан. Здесь работает бригада ООО «Завод базарных материалов» в лице директора Николая Викторовича Матуса и дизайн-проект ООО «Айтал». Именно на предпринимателей сейчас возлагаются большие надежды в плане занятости населения, обеспечения наследовавших продуктами, лекарствами и так далее. Сеть аптек «Формуст» Екатерины Устиновой – одна из наиболее устойчивых представителей среднего бизнеса в Хангласском Улусе. В аптеке состоялся разговор на актуальную тему – ценообразование в аптеках. У нас просто эти надбавки, которые оборудованы правительства, и в своем этом пришли. И вы вот и даете собственный средств, да? И собственные средства. Скидку делаете для пожилых, для многодетных, да? В заключении состоялся прием граждан в приемно-регионального отделения «Единой России». Население обращались по жилищным вопросам. Ставился вопрос об аварийном здании местной клинической лаборатории. Следует отметить, что один из самых больных вопросов строительства школы номер 3 в Покровске решился именно благодаря участии Галины Данчиковой еще на посту премьер-министра республики. Сарглана Элина, Александр Ирков, НВК Саха, Хангалаский Улус.